МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы команда OBC Crew, Original Breaker Circle. Сами мы из разных городов, но на данный момент проживаем в Москве, поэтому, наверное, будем представлять Москву. Ну и в России, конечно. Мы сегодня первый день, потому что мы участвовали только в командных соревнованиях. Атмосфера была хорошая. Но в целом, что, мы победили, поэтому мы довольны всем. Организация хорошая, было место, где разминаться, была вода для всех дебоев. Хорошая музыка, поэтому все круто. Скажу честно, нам сегодня повезло жеребьевкой. И достаточно уверенно мы выиграли сегодня. Меня зовут DC Flamingo, я из города Иркутск. Проживаю в Москве, представляю команду One Piece Yes. Мой стиль, мой стиль это все, это брейк-данс. Это свой брейк-данс, динамика, футворк, пауар-мув, все люблю. Не люблю, когда разделяют футворк или пауар-мув, не понимаю. Раньше он проходил в Челесе, назывался Челес Баттлпро, помню, смотрел. Всегда вообще очень хотел попасть на эту сцену темную. Он будет уже не в Челесе, конечно, но все равно будет. Я туда попаду как участник, представляю, буду Россию. Ну что может лучше быть вообще? Мечты сбываются. Меня зовут Любой Грива, Виктор Гривенюк. Я один из организаторов данного чемпионата в Станте Дети в Станте Круг, Russia Battle Pro. История нашего чемпионата. Четыре года назад, точнее пять лет назад, у меня была идея сделать фестиваль для детей. Организовали первый Станте Дети в Станте Круг, пригласили наших друзей с Москвы, Московской области. Все было очень локально. Ну, на самом деле зашел этот чемпионат, всем понравилось, все было круто. Пришло даже больше людей, чем мы ожидали, участников, зрителей. В общем, и мы решили дальше его проводить традиционно. В следующие годы мы начали приглашать судей со Соединенных Штатов Америки и из Европы. В общем, позапрошлом году у нас был легендарный Би-Бой Крамс, в прошлом году Би-Бой Виктор. В общем, уровень фестиваля каждый год умножается и с участниками, и с уровнем чемпионата. Чемпионат мы, естественно, делаем для танцоров, художников, музыкантов и, конечно, для обычных зрителей, чтобы они увидели, что такое культура, какая она есть на самом деле. Меня зовут Татьяна Серебрякова. Я являюсь одним из руководителей танцевальной студии Биоселф и одним из организаторов танцевального чемпионата «Встаньте, дети, встаньте в круг». На сегодняшний день организацией чемпионата «Встаньте, дети, встаньте в круг» занимается организационная команда танцевальной студии Биоселф. Это дизайнеры, это видеомейкеры, это девочки, которые сидят на регистрации, это наши ученики и наши преподаватели. В этом году мы соединили наш чемпионат с мировым чемпионатом Battle Pro, который проходит каждый год во Франции. Вообще мы познакомились с организаторами этого чемпионата в Украине на форуме «Уличный культур». Решили сделать совместное мероприятие для того, чтобы дать возможность российским бибоям представлять нашу страну на мировом чемпионате в этом году. Меня зовут Вика и у меня двое детей и они оба занимаются брейк-дансом. А сейчас локация начинает от того, когда ты подъезжаешь, ты видишь стены граффити, ты уже понимаешь, что ты приезжаешь на мероприятия и определенные культуры. Очень удобно, разбитые локации, прям по площадочкам, взрослые отдельно, дети отдельно, все тусуются, все счастливы. Очень удобно, есть где отдохнуть, есть где подзарядиться, есть где в конце концов. Вообще все очень атмосферно. Тренеры это все, они болеют за свое дело, они переживают за каждого ребенка и поддерживают его. И тренируют, тренируют, тренируют. Меня зовут Тихон Виктория, представляю город Владимир, команду «Доминант». В брейкинге известны как Тори. Как мне кажется, этот фестиваль один из сильнейших в России. Место проведения очень классное. В номинации «Бегел», насколько я помню, было 38 человек. Из них отбиралось 13. В эти номинации я была приглашенная, потому что в том году я выиграла эту номинацию. Тренер поддерживает, конечно, подсказывает, что не так, что так, что круто, что не очень. Они возят нас на фестивали, развивают нас. Всем привет! Меня зовут Родина Александра. Я являюсь основателем и руководителем профессиональной школы брейк-данса «Доминант» с 2007 года. Также являюсь главным организатором международного брейк-данса «Шемпионата битвы стилей» с 2009 года. За 11 лет школа, на самом деле, я считаю, воспитала много достойных ребят. Я как тренер формировал команду давно. То есть для меня самое основное в детском брейке – это формирование команды. Сформировать состав, который добивается успеха, то есть люди, ребята, это должно пройти достаточно много времени. Успехи моих учеников, конечно же, вдохновляют тренера. Ну, то есть это безусловно. И я вообще удивляюсь, что на «Станьте, дети, станьте в круг» всегда вот эти вот такие интерактивные зоны. И то есть этому прямо уделяется внимание. На самом деле я надеюсь, что это прямо работает. Ну, как бы дети как-то к этому, ну, как-то же информация, да, проникает. Они как-то заряжаются всем этим. И это такой правильный посыл, по факту, с такой, с идеей. И это здорово, это интересно, потому что по факту, ну, это просто никто не делает больше. Больше это никто не делает. Ну, то есть это интересно. Привет. Меня зовут Филипп, Фил Ван. Камчатка с Most Wanted, КМВ, Террор. Камчатский True Underground, Hip-Hop Shit. «Станьте, дети, станьте в круг» организовывает команду «Be Yourself». И Би-Бой и Грива, видите, то есть они всегда пытаются внести в свое мероприятие, ну, как бы что-то кроме брека, чтобы было интересно людям приходить и вообще как бы приос... Ну, а культуре вот присутствует площадка, где выставлены различные работы райтеров и тех, кто участвовал в предыдущих чемпионатах. В общем, рисунки на пластинках, на поездах, на кроссовках. В этом году граффитчики рисуют на джинсовках, как это было в Америке в 60-х, в конце 60-х. То есть максимально, как бы, культура поддерживает фестиваль, и это классно, потому что фестивалей такого рода очень мало. Меня зовут Качанов Андрей, мой никнейм Энди. Я сам из Беларуси, тренируюсь уже, ну, в теме уже больше 15 лет. Лет 10 уже живу в Подмосковье, в Матищах. У меня своя школа, своя студия, и основной мой род деятельности – это непосредственно дети, развитие детей и преподавание. Дети сейчас развиты не так, как когда мы начинали, даже не как 5 лет назад. Очень идет изменение возрастных категорий. Например, сейчас огромное количество детей танцуют до 13 лет. Вот в моей номинации, которую я судил, там до 9 лет было 130 участников, и надо было выбрать 13. И это очень трудно, потому что в этом возрасте дети самые активные, они безбашенные, и они очень такие импульсивные. И зачастую выбирать приходится уже по критериям, ну, типа, как профессионалы. То есть, там были ребята, которые уже танец в 9 лет осознанные, они понимают, что делают. Ну, и, соответственно, они и проходили в топ-сетку. Вот сегодня родители были, даже они не прошли отбор, это понятно, потому что они, я вот в последний момент решил их привести, они настолько вдохновились, что уже родители хотят, типа, мы хотим заниматься, это же круто, это же атмосфера. Это же туса, это же другие дети, это адекватные отношения среди детей. Выяснение отношений не вот так вот друг друга там гнобить в классе, а реально выплескивать энергию на танцполе. И если мы это детям привьем в раннем возрасте, то поколение поменяется, и изначально уже будет у людей другое отношение к своему потенциалу. Меня зовут Браим, я из поколения Покемон Кру, и мой стиль это как-то все, что я люблю. Я начну с поворотом, много поворотом, я приезжаю, и теперь я люблю делать все, поэтому мой стиль это брейкданс. Да, я слышу, потому что Зубер говорит мне о том, что я сказал, что он хочет приехать в Россию. Я очень люблю, и я очень люблю. Мы просто видим, что дети, дети, которые очень сильные. В России, все время, Би-бои, они очень сильные. Я люблю приехать в городе, чтобы увидеть сильные би-бои. Что самое важное для меня, когда я судясь... Я люблю стиль, но когда я судясь, я смотрю на людей и говорю, что я хочу танцать как они. Это самое важное для меня, когда я вижу кого-то, я думаю, что я танцую как они. Если у меня есть этот движок, я люблю или нет. Я думаю, что для меня, в одной слове, Россия и Би-бои, они очень оригинальные. Для меня это оригинальность, очень хорошая. Что я хочу сказать, что что я вижу, это хорошо, поэтому сейчас нужно продолжать идти и практичать детерминику. Детерминику – это ключ. Ты должен танцать каждый день, жить для танца, drink, танцать, eat, танцать. Для меня это важно. Но я думаю, что я думаю, что я буду продолжать идти и никогда не остановиться. Субтитры сделал DimaTorzok Далее Дальше Далее